Единственный город Самарской области, где нет общественного совета Тольятти, что губернатор назвал недемократичным. Казалось бы, Тольятти должны были создать первыми, потому что мэр Тольятти у нас как бы представляет самую демократичную партию страны, гражданскую платформу. Они за то, чтобы были активные все демократические институты работали, институты гражданского общества работали, а до сих пор единственные, общественный совет не создали. И Тольятти это не красит совсем. Совсем не красит. Одна из наиболее актуальных тем в регионе по-прежнему ЖКХ. Хотя, как свидетельствуют опросы, в последние годы ситуация в этой сфере меняется к лучшему. Пройдет там год, два, три, и мы точно там будет порядок. Даны очень большие права как раз общественным организациям, даны очень большие права самим людям. Если люди, 15% жителей, кого обслуживает та или иная управляющая компания, их не устраивает условно общественный совет в том числе, вместе с ними обратился в комиссию, комиссия обязана лишить лицензию этой управляющей компании. Долг перед поставщиками ресурсов – 17 миллиардов рублей. А это значит, что схема платежей должна быть пересмотрена. Из нее, как посредника, нужно исключить управляющие компании. Их призвали работать по совести. Этот год имеет особое значение. Впереди выборы в Государственную и Губернскую думы. Как выяснили социологи, почти 70% жителей региона не знают о работе депутатов своего округа ничего. Повториться такая ситуация не должна. И мы должны сделать все, чтобы от области работали не просто фамилии, а работали люди, которые приносили бы пользу нашему субъекту, нашему региону. Выборы в Губернскую думу – тоже это очень важный вопрос. И чтобы не покупались должности в этой думе, а чтобы люди действительно выбрали тех людей, которые действительно выполняют задачи, которые на них возложены, как на депутатов от определенных округов и территорий. Еще одна задача, в том числе и общественных советов – организовать выборы на самом высоком уровне. Избирательная кампания будет максимально открыта. Правоохранительные органы будут следить, чтобы не было нарушений. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.